Би-Би-Си представляет К началу расселения наших предков из Африки, около 100 тысяч лет назад, большинство этих других уже вымерло. Но не все. Homo sapiens – человек разумный. Другие виды человека стали расселяться из Африки раньше нас. Умные, сильные, хорошо приспособленные к среде обитания, они господствовали на планете. Что же произошло при встрече наших предков с ними? Почему другие виды человека, несмотря на все свои преимущества, вымерли? Почему, вопреки обстоятельствам, господствуем на планете все-таки мы? Земля – 32 тысячи лет назад. Южная Франция. Неандертальцы. 32 тысячи лет назад территорию Европы заселял новый вид человека. Цвет кожи указывал на его африканское происхождение. Сапиенс пришел сюда недавно, и численность его невелика. По строению это современные люди. Наши предки. Заселяя континент, они вторглись на территорию другого вида человека – неандертальца. Профессор Крис Стрингер, Музей естественной истории. В современных фильмах неандертальцев изображают неверно. Это весьма высокоорганизованные люди, как мы с вами. Профессор Джон Ши, Университет Стоуни-Брук. Никакая другая коллизия в эволюции человека не привлекает к себе такого внимания, как коллизия сапиенс и неандертальцев. В этом фильме, опираясь на последние данные науки, мы расскажем об одном из важнейших периодов в истории человека. «Ах!» 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 «Ты промахнулся!» «Жала бросал первым!» «Жала молот!» «Жала молот!» «Ты промахнулся!» 32 тысячи лет назад на территории европы численность популяции сапиенс достигала 10 тысяч человек борьба за существование усугублялась изменениями климата среднегодовые температуры каждые 150 лет менялись на 4 5 градусов в ту и другую стороны последствия оказывались катастрофическими доктор саша джонс кембриджский университет с похолоданиями и потеплениями границы природных зон смещались на месте степей появлялись леса и наоборот резкие смены природных зон неблагоприятно сказывались на животных и людях которые на них охотились крупным млекопитающим вроде нас и неандертальцев оставалось только мигрировать поэтому резкие перемены климата приводили к более тесным контактам между двумя нашими видами джала бросит. Джала, нам нужна пища. Джала. Не промахнись. Баяна! Баяна! Зачем? Нам нужна пища. Я хотела помочь. Ты не умеешь бросать копье. Научи меня, отец. Иди домой. Джала, отведи сестру домой. Подожди. У тебя мать. Отдай ее мне. Что? Дай. Моя мать дала это твоей матери. Это принесло нам твоего брата Джалу. И тебя. Моя мать. Твоя мать. Баяна. Моя мать. Моя мать. По мнению археологов, подобные предметы служили символами плодородия, хотя иногда высказывается мнение, что эти фигурки – порнография древнего человека. Их находят по всей Европе. 40-50 тысяч лет назад Сапиенс, безусловно, использовал такие символические фигурки для передачи информации не только от человека к человеку, но и между поколениями. Изготовление фигурок из слоновой кости, самого твердого материала в скелете млекопитающего, свидетельствует об их важности для человека. На вырезание фигурки из слоновой кости уходили сотни часов, которые можно было потратить на другое важное занятие. Например, уход за детьми, охоту и так далее. Общая вера в важность подобных предметов способствует объединению людей. В трудные времена она не менее важна, чем охотничье копье. Видишь? Теперь ты. Научи меня. Ты все делаешь правильно. Но я не могу научить тебя быть сильной. Пошли домой. Домой. Бояна. Посмотри-ка. След человека. След большого человека. След большого человека. Слушай, надо идти. Возвращаться к отцу. Как? У него большие ступни, и ты хочешь повернуть назад? Раз хотела охотиться? Родина предков неандертальцев, как и других видов человека, Африка. Но они быстро заселили Европу, где просуществовали около полумиллиона лет. От нас они заметно отличались размерами. Это слепок бедра неандертальца. Его отличие от нашего очевидно. Оно массивней, толще. То есть это были крупные, довольно крепкие люди. Кость растет в ответ на нагрузку. Чем больше нагрузка, тем она толще. Неандертальцы действовали грубой силой. Это не значит, что они были тупые. Это значит, что грубую силу они использовали разумно. Физическая сила дополнялась другим важным качествам. Объемы мозга у сапиенс и неандертальца близки. У неандертальцев средний объем мозга даже немного больше, чем у нас. КОНЕЦ В один и тот же день эта мать дала жизнь мне. и принесла смерть моей матери. Держи крепче. Мать защитит тебя. Мать защитит тебя. Кто это? Изначально неандертальцы были темнокожи. Но за сотни тысяч лет в условиях более холодной и менее солнечной, чем Африка Европы, их кожа стала светлее. Белая кожа на темном фоне делала охотника заметным. Неандертальцы разрисовывали себя черными полосками для маскировки, как делают сейчас многие охотники или солдаты перед боем. Как и расчленяющая краска животных, раскраска делала их менее заметными. Маскировка тела позволяла ближе подобраться к добыче или врагу. Неожиданность была важнейшим элементом охотничьей стратегии неандертальцев. Неандертальцы не метали копья. Их оружием были собственные тела. Охота начиналась с быстрого нападения. Животные валили на землю и в таком положении удерживали. Так охотятся львы и некоторые другие хищники. Они выскакивают из засады, валят жертву на землю и убивают. Но такая стратегия рискованная и очень опасна для охотников. Скелеты неандертальцев сохранили множество повреждений, следов заживших переломов, черепных травм и так далее. Они постоянно рисковали. Говорят, подобного рода травмы в наше время среди спортсменов характерны для участников Родео. Людей, имеющих дело с дикими животными. Редактор субтитров А.Семкин Считается, что неандертальцы были очень зорки. Затылочные доли мозга, отвечающие за зрение, у них были больше, чем у сапиенс, что видно по черепам. В лесном сумраке это, возможно, давало значительные преимущества. Субтитры создавал DimaTorzok Что? Я уронила мать. Баяна, я подберу. Беги. Нет, Джала! Джала, быстрей! Нет! Нет! Баяна, беги! Джала! Нет! 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 В качестве оружия неандертальцы использовали не только собственные тела. Они изобрели не менее эффективное приспособление — копье. Копье с каменным наконечником. Такие изготавливали неандертальцы. Оно большое, тяжелое. Древко делали толстым, чтобы не гнулось. Это копье для колющего удара. Кидать его все равно, что кидать кирпич. Далеко не улетит. Прошу прощения. Такое копье предназначалось для ближнего боя. Вот. Видите, какую рану оставляет? Широкую, резаную. Наконечник широкий. Попадание чревато повреждениями внутренних органов добычи. Преимущество такого копья в том, что если уж оно воткнулось в тело животного, как оно не бейся, как не старайся вырваться, если у вас хватит сил удержать древко, ему уже никуда не уйти. Главное, не отпускать копье. Такое оружие только для очень-очень сильных рук, но не для метания. Такие копья, изготовленные из сапиенс, предназначены для метания. Наконечник тонкий, поэтому проникает глубоко в тело. В отличие от копья неандертальцев, такое оружие может поражать на расстоянии. Видите? Цилиндрическое отверстие в области сердца и легких. От такой раны смерть наступает почти мгновенно. Даже если не сразу, то вызовет кровотечение, по следу вы легко найдете раненое животное. Главное преимущество подобного оружия в том, что у его цилиндрического наконечника небольшое поперечное сечение, и вся энергия копья, вся сила прилагается к малой площади, обеспечивая большое давление в момент удара. Оно не режет, как копье неандертальца. Оно бьет, как пуля. 32 тысячи лет назад наши предки сделали еще одно изобретение, оказавшееся важным для выживания. Игла. По мнению некоторых археологов, ее изобрели неандертальцы. Появилась возможность шить теплую одежду, что в условиях постоянно менявшегося климата имело большое значение. Почему нам нельзя охотиться? Охотятся мужчины. Почему? Ты что делаешь? Не так надо. Вот так. Если бы все охотились, еды было бы больше. Мужчина. Женщина. У каждого свои обязанности. Мужчина охотится. Женщина остается в стойбище. Но почему? Как же охотиться с ребенком в животе или на руках? Или когда он за твою ногу цепляется? Но у меня нет детей. Пока нет. Распределение обязанностей между полами также имело значение для выживания нашего вида. Если мужчинам не везло на охоте, в пищу шли орехи, ягоды и коренья, собранные женщинами. Такое разделение труда, хоть оно и не кажется революционным, преобразило жизнь человека. Мэтт Ридли. Автор книги «Рациональный оптимист». Разделение мужского и женского труда вело к специализации и обмену. Ты сделал то-то, я сделаю то-то, мы поменяемся. Разделение труда, начавшись с полов, затем распространилось на отдельных людей и их группы. Так что можно было сказать, вы, ребята, хорошо ловите рыбу, а мы хорошо собираем фрукты, давайте будем меняться. Или вы хорошо делаете копии, а я хорошо делаю топоры, давайте поменяемся. Понятно, что чем больше вы занимаетесь данной работой, тем лучше она у вас получается. То есть специализируясь и обмениваясь продукцией, вы улучшаете ее качество и сокращаете время на ее изготовление. Собственно, вокруг этого и крутится с тех пор история человечества. В этом залог процветания. Баяна! Баяна! А где остальные? Тяжелая выдалась зима. Многие умерли. Мы голодны. Что ни мясо буйвола, ни лошади. Сейчас на равнинах пусто. Но они вернутся. Они всегда возвращаются. Животные переходят с места на место. Раскачуют они, надо и нам. Идти за стадами. Значит, переносить стойбище. Надо подождать. Слишком долго ждем. Что это? Почему так сделали? Вечно ты со своими почему, Баяна. Это для копья? Копье и это вместе? Вместе. Вместе. Как мужчина и женщина. Иди сюда. Пусти. Баяна! Баяна! Она только что потеряла брата. Мужа тоже хочешь потерять? Она принесет тебе много детей. Много. Баяна, покажи ему. Покажи. Что? Мать. Покажи. Покажи. Нет. Нет. Много не покажу. Баяна! 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 Твои мужчины и мои мужчины вместе мы станем сильнее. Завтра уходим на новое место. Два племени. Вместе мы сильнее. Баяна! Два племени. Два племени слегка Смит. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Куда она ушла? Выставила тебя идиотом, и меня. Вернется. Мои мужчины уйдут. Нет! Подожди один день. Прошу. Мы должны идти за стадами. Вместе мы станем сильнее. Тогда найди ее. Сейчас же. Мордан. Найди баяну. Эй, вы двое. Идем на охоту. Все. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... 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 Ай! 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 Давайте поедим! Что там? Тут еще один! Баяна! Берегись! Баяна! Баяна! Мертв! Всегда так, Баяна! Я говорю одно, ты делаешь другое! Ничего страшного! Не беспокойся! Завтра, Баяна, мы отдадим тебя ему! Вместе мы будем сильнее, чем сейчас! Нет! Она не хочет быть женой! Верно? Верно! Вместе мы будем сильнее! Верно! Давай, Баяна! Поешь! Неандертальцы господствовали в Европе почти полмиллиона лет. Но с момента появления здесь наших предков, их дни были сочтены. Различия между нами и неандертальцами были не так уж велики, но оказались решающими. За несколько тысяч лет численность неандертальцев сильно сократилась. Гибралтар. В конце концов, они сохранились лишь в одном уголке Европы. Прибежищем неандертальцев стали горы у Гибралтара. Свой век они доживали в этих пещерах. По мнению археологов, последний неандерталец умер 24 тысячи лет назад. Любому ученому хотелось бы, чтобы неандертальцы дожили до наших дней. Мы бы многое от них узнали, ведь они люди, хотя и другого вида. Они стали бы нашими ближайшими родственниками в животном царстве. У нас был бы источник сведений о развитии речи, ведь у них была речь, хотя и не такая, как у нас. Мы бы узнали много интересного и о себе. Наши особенности оказались бы вовсе не особенностями, потому что у них было бы то же самое, и наоборот. На их примере мы понимаем, что значит быть иным человеком. Это боковая ветвь, вид, имеющий много общего с нашей эволюционной историей, много общих черт с нами, но также имеющие отличительные особенности. Этот вид по-своему приспосабливался к среде. То есть на них был поставлен замечательный эксперимент, цель которого – выяснить, каким должен быть человек. Эволюция не бывает без вымирания. Вымирание – часть эволюции. Неандертальцы вымерли, их больше нет. Они были великолепны, но их больше нет. Когда-нибудь в далеком будущем, в каком-нибудь документальном фильме расскажут о бедном старом Homo sapiens и разберут причины его вымирания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова